Шестая краевая выставка научно-технического творчества молодежи собрала на своей площадке множество талантливых молодых изобретателей. Год от года она набирает обороты. В этом году представлено уже 95 проектов. Здесь и роботы, и различные умные системы, и новые разработки в отрасли изучения клеток, и многое другое. Например, Денис Кочетов, студент ЗАБГУ, разработал самоучитель для тех, кто хочет овладеть языком Брайля. Вот, допустим, мы можем генерировать, набрать какой-то символ, прослушать его, допустим, на слуховое восприятие. Затем, если, допустим, нам нужно узнать, как генерируется тот-то символ из русского языка на азбуке Брайля, мы можем его, допустим, сказать его, произнести через микрофон, и потом этот символ будет сгенерирован обратно в стороне прибора. Свой самоучитель для незрячих Денис еще дорабатывает, но уверен, эта небольшая коробочка поможет всем, кому необходимо быстро освоить азбуку Брайля, выучить ее без труда. А за соседним столом макет уже готового к применению сельскохозяйственного ноу-хау. «Умная теплица», по мнению ее создателя Игоря Уманского, существенно облегчит жизнь пенсионерам, ведь поливать растения и поддерживать оптимальную температуру она будет сама. Да и настраивается все просто, несколькими кнопками на пульте. Возможности применения «Умной теплицы», по мнению разработчика, в перспективе весьма обширны. Рассматривались проблемы, которые сейчас в нашем крае. То есть каждый год у нас или пожары, или наводнения, из-за этого люди теряют урожай. И пришла идея создать такую теплицу. А ты не заглядывал в будущее? Может, твою теплицу можно применять где-нибудь на Луне, допустим? Нет, на Луне, я думаю, нельзя все-таки. Нужна постоянная вода и электричество. А если, допустим, в северных каких-то районах нашей страны? Без проблем можно. Внутри поддерживается свой внутренний климат. На выставке были представлены и новые медицинские технологии. Например, Анастасия Мироненко, ординатор ЧГМА, придумала технологию, при использовании которой гинекологический осмотр женщины после родов станет более эффективным и безопасным для молодой мамы. Мы же предлагаем визуализировать полость матки в раннем послеродовом периоде за счет того, что жидкость в матку будет нагнетаться не впосредственно в матку, как обычно при исследовании гистероскопии, а в баллон. Этот баллон не даст возникнуть тромбоэмболическим осложнениям и при этом позволит нам все увидеть своими глазами. Проще говоря, в матку женщины вводится баллон с жидкостью, внутри которого уже находится небольшая камера, изображение с которой доктор видит на экране компьютера. Подобная диагностика, по мнению Анастасии, облегчит процедуру и для врача, и для молодой мамы. Пока что все эти проекты только образцы и макеты, но кто знает, возможно, именно они вскоре ворвутся в нашу повседневную жизнь и сделают ее проще и комфортнее. Полина Харченко, Анатолий Тюльнев. Время новостей.